Беларусь отметит день освобождения узников фашистских концлагерей. Памятная дата установлена в честь вооруженного восстания заключенных Бухенвальда 11 апреля 1945. Они смогли удержать контроль над лагерем, когда в него вошли американские войска. В стране сегодня почти 25 тысяч человек, которые прошли через врата ада. В Беларуси найдено новое месторождение нефти в центральной зоне Припятского прогиба в Реческом районе. По предварительной оценке геологические запасы находятся на глубине 4,5 километров и могут составить 600 тысяч тонн. По результатам испытаний нефтеперспективных отложений ожидают получить здесь фонтанный приток нефти. Минск и Санкт-Петербург возобновляют железнодорожное сообщение. Со следующего вторника поезда будут ходить ежедневно. Кроме того, увеличивается количество рейсов и до Москвы. А с 27 апреля из белорусской столицы можно будет уехать в Адлер. На первоначальном этапе состав будет курсировать раз в 4 дня. В парке культуры и отдыха Бобруйска пройдет весенний кросс. В стартах 10 апреля примут участие коллективы физической культуры, предприятий, учреждений и организаций. Организатор – Бобруйский физкультурно-спортивный клуб. Команды посоревнуются в трех группах, в каждой по пять участников. Мужчины пробегут дистанцию тысячи километров, женщины 500. Начало в 11 часов. В Москве продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В составе национальной сборной на помост выходят и бобруйские спортсмены. Так Дарья Наумова выиграла малую бронзовую награду в толчке. В сумме двоеборья она заняла четвертое место. Девушка выступает в весовой категории до 76 килограммов.